Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Главные темы дня. На конференции культ богини Анаит была подчеркнуто важное сохранение наследия Западной Армении, вручены ордена и паспорта. Более 60 семей обратились с просьбой выяснить судьбу пропавших с без вести родных. Сыны Западной Армении – композитор Алан Ованес. Антиармянство и геноцид в Баку – 106 лет спустя. Баку – террористическое государство. Баку уничтожил кладбище Драхтык. Имена монархов Араратского царства, которые нам известны – Михаил Бадалян. Конференция мира в Эксан-Провансе. 15 сентября в гостинице «Лдабл-3 Багилтон» в Ереване состоялась конференция культ богини Анаит. С приветственным словом выступил председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян, подчеркнув важное значение сохранения исторического и культурного наследия Западной Армении. Отметив культ богини, Анаит продолжает оказывать влияние Западной Армении, обратив особое внимание на глубокое и символическое значение священных источников для армян, проживающих в этом регионе. Знак признания патриотических подвигов, самоотверженной работы и защиты национальных ценностей, Арменак Абрамян с гордостью вручил медали почетным гражданам и депутатам, прибывшим из Западной Армении. Абрамян торжественно предоставил гражданство нашим соотечественникам, перемещенным из Арцаха, вручив паспорта Западной Армении. Мероприятие стало важным шагом в укреплении наших исторических связей с Западной Арменией и подчеркнуло необходимость сохранения неразрывной связи между поколениями и ценностей нашего наследия. Более 60 семей обратились с просьбой выяснить судьбу пропавших без вести родных. С января по июнь 2024 года у нас было около 780 звонков и визитов в наши офисы Еревана и Гориса в связи с разделением семей в результате эскалации конфликта, сообщает Международный комитет Красного Креста. Более 60 семей обратились к нам с просьбой выяснить судьбу пропавших родных и открыть поисковые запросы. Было передано 275 устных видеозаписей и письменных сообщений Красного Креста между заключенными и семьями в связи с конфликтом. Международный комитет Красного Креста регулярно посещает удерживаемых лиц, оценивая условия их содержания и отношения к ним. Также содействуя связи с родственниками, говорится в сообщении. Сыны Западной Армении – композитор Алан Ованес. В детстве я слушал отцовские записи чудесной хоровой музыки армянского композитора Комитаса. Для меня он первый минималист. И именно благодаря Комитасу я пришел к мысли, что нужно стараться выразить как можно больше, используя при этом меньшее количество нот. Американец армянского происхождения Алан Ованес – композитор, работавший в жанре академической музыки. Оригинальный представитель плеяды американских творцов XX века. Родился в 1911 году в Сомервиле, штат Массачусетс. Отец – армянин из Османской империи, мать – шотланка. Американской академической музыке Ованес дал новую композиционную модель. Известность он приобрел не только благодаря своей плодовитости, за ним числятся сотни произведений, не считая тысяч, которые он по собственным словам сжег, но и из-за новаторского использования восточных мелодий, вдохнагленных Арменией и его путешествиями в Индию и Корею. 106 лет назад в Баку армянство пережило одну из самых мрачных страниц своей истории. 15 сентября 1918 года турецко-азербайджанские войска захватили Баку, где в течение трех дней происходили резня, насилие и грабежи. Реальное число армян в Баку можно превышать 100 тысяч. Подробности трагедии показывают, более 30 тысяч армян стали жертвами убийств и грабежей. Жестокая атака была лишь второй после резни 1905 года, но более масштабной. С тех пор антиармянство стало частью государственной политики Азербайджана. В 1990 году в Баку вновь произошла резня, и сегодня армянская культурная среда Гардмана, Ширвана и Нахадживана находится под угрозой. История показывает, свидетельство прошлого не спасли армян. Необходимы конкретные действия для осуждения событий 1988-1992 годов и военных преступлений, имевших место в Арцахе в 2020-2023 годах. 13 сентября 2022 года Баку начал широкомасштабные военные операции на территории Арцаха, что свидетельствует, что эта политика основывается на применении военной силы, игнорируя права человека и территориальную целостность. На протяжении всей своей истории Баку постоянно применял репрессивную политику, начиная с геноцида в отношении армян в Сумгаите в 1988 году и резней в Мараге в 1992 году, апрельской войной 2016 года, 44-дневной войной в 2020 году, сентябрьской войной в 2022 года и этническими чистками в Арцахе в 2023 году. Эти факты подтверждают, поведение Баку противоречит основным принципам прав человека. Следовательно, единственным эффективным средством борьбы против Баку является международное признание его как террористического государства с последствиями, предусмотренными международным правом. Всеармянский союз Гарнат Ширван Нахадживан отдает дань уважения памяти военнослужащих, павших за защиту Армении, требуя соответствующей реакции международного сообщества на азербайджанскую агрессию. Баку начал проводить так называемую расправу над армянскими могилами на оккупированных территориях Арцаха, разрушая и стирая армянский след. Азербайджанская сторона полностью уничтожила кладбище в деревне Гдахтык Гатруцкого района. Деревня перешла под контроль Азербайджана во время 44-дневной войны 2020 года. Снимки спутников, полученные в 2023 году, показывают, что кладбище было полностью уничтожено. Поминальный зал на территории кладбища, который также был разрушен, отмечен над Google Earth как мечеть. Михаил Вадолян на своей странице в Facebook пишет Руссо, которого называли Яя. Нам известны следующие имена монархов Араратского царства Также засвидетельствовано отчество так называемого первого сардура Лютипри. Однако урардские ассирийские клинописные надписи свидетельствуют, что некоторые из царей урарду, как минимум руссо-сардурорты и руссо-аргишторты, имели и другие имена. Так руссо-сардурорты называл себя Уебдепри. Об этом мы расскажем отдельно. Примечательно, что Ассархаддон, один из ассирийских царей, спрашивает в одном из посланий запросов богу солнца Шамашу, нападет ли руссо, которого они называют Яя, на Шуприю. То есть руссо-аргишторты называли Яя. Здесь, очевидно, речь идет о современном руссе Аргишторты Ассархаддоне, который был одним из последних могущественных правителей Араратского царства. Это свидетельствует, что царей Араратского царства могли называть по прозвищу или другим именем. Однако, в основном, чтобы обозначить легитимность их царской власти, они выступали по другим именям. 26 сентября 2024 года в Эксе Ан-Провансе состоится конференция мира, посвященная основным вопросам прошлого и настоящего армянского народа. В мероприятии откроются конференции «Коково будущее армянского народа», где будут обсуждаться важнейшие исторические и современные проблемы. С 1894 по 1923 годы армяне и западные Армении стали жертвами геноцида, осуществленного тремя последователями турецкими правительствами. Об этих ужасных событиях расскажут многие докладчики, в том числе историк Винсет Дюклетт, автор книги «Армения. Бесконечный геноцид и исчезновение мира». В своей книге историк обращается к важности решения армянского вопроса и продолжающегося влияния геноцида на армянскую нацию. На конференцию также приглашены армяноведы и историки, которые внесут свой вклад в обсуждение, подчеркнув геноцид в отношении армян, осуществленный Азербайджаном в Варцахе в 2023 году. Конференцию проведут сенатор Брижит Девеза и Вартан Симунян. Среди докладчиков президент Национального совета Западной Армении, постоянный представитель ассамблеи армян в Западной Армении ВООН Армянак Абрамян. В контексте новых вызовов они обсудят будущее поколение, пережившее геноцид и всего армянского народа. Конференция пройдет в амфитеатре «Ля Мунуфактур». Мероприятие начнется музыкальным концертом в 18.00, конференции в 19.00. Мероприятие – важная платформа для достижения мира и справедливости, обсуждения продолжающейся борьбы армянского народа и вопросов его будущего. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Продолжение следует...